Здравствуйте, зрители! Сегодня мы с вами вновь продолжим разговор о фаунистическом подразделении Суши. И прежде мне хотелось, чтобы вы посмотрели на карту, которая показывает это подразделение. Итак, на карте обозначено. Первое – это Австралийская область, которая включает в себя следующие подобласти. А – Австралийская, Б – Папуасская, С – Новозеландская, Д – Полинезийская и 1Е – Гавайская. Вторая область – это Неотропическая. И вот Неотропическая область включает в себя следующие подобласти. Центрально-американскую, Антильскую, Бразильскую и Чилийскую. Ну вот о Неотропической области мы в прошлый раз с вами говорили. Она охватывает весь материк Южной Америки, Центральную Америку, а также острова Вест-Индии, Галапагос, Хуан-Фернандес, Огненная земля и Фалклендские острова. И имеет весьма разнообразную фауну. Третья подобласть, о которой мы тоже сегодня с вами будем говорить – это Эфиопская. 3А – это Восточно-Африканская, 3Б – Западно-Африканская, 3С – Южно-Африканская и 3Д – Мадагаскарская. Ну, Эфиопская область занимает большую часть африканского материка. И действительно, там мы видим, где материк Африка, большая часть показана именно с цифрой 3. Мы видим, что Эфиопская область также имеет достаточно большую площадь и не простирается только на север Африки. Мы видим, там уже другая цифра стоит – 5Е. И границы Эфиопской области проходят по южной окраине Сахары. А также Мадагаскар с тяготеющими к нему островами. И Эфиопская область тоже имеет весьма разнообразную фауну, о которой мы сегодня поговорим. И включает в себя 37 семейств млекопитающих, из которых 9 распространены достаточно широко. Ну, кроме того, там встречаются человекообразные обезьяны и есть несколько эндемичных видов. И также в этой области весьма разнообразны копытные. Цифра 4 у нас означает Восточная или Индомалайская область. О ней мы еще с вами поговорим. И цифра 5 – это Голоарктическая область, где уже выделяются буква А – это Арктическая, Б – Канадская, С – Сонорская и Д – Европейско-Сибирская. А Е – Средиземноморская, Африканско-Передня, Азиатские подобласти. И, наконец, 5Ф – это Центрально-Азиатская подобласть. И, наконец, 6 – это Антарктическая область. Ну что же, а теперь давайте с вами вернемся к неотропической области. И вот сейчас один из представителей этой области – такая птица, как тукан. И вот как раз она у нас на слайде. Туканы распространены в Центральной и Южной Америке. До Северной Аргентины доходит их ареал. Они – обитатели густых тропических лесов. Туканы являются фруктоядными птицами, то есть питаются фруктами. Кроме того, они не пренебрегают яйцами, птенцами и мелкими млекопитающими. Конечно, если мы говорим о внешнем виде тукана, то его конек – это огромный, красочный клюв. И в зависимости от вида он может быть голубым, зеленым, желтым, разноцветным. В неволе туканы – достаточно миролюбивая птица. Она очень быстро привязывается к хозяевам. В поведении туканы чем-то напоминают крупных кокаду. Несмотря на огромный клюв, тукан никогда не пустит его против хозяев. И если говорить о продолжительности жизни, то в неволе они живут около 50 лет. Еще один представитель, ну вот здесь мы вновь видим фотографию тукана. А еще один представитель неотропической области, в основном это представитель центрально-американской подобности – это хорек. Который тоже достаточно распространен в этой подобности. Следующий представитель – это рысь. Это представитель рода семейства кошачьих. Ранее его даже включали в род кошек. Причем выделяли два вида. С одной стороны, канадская рысь. И вот это как раз у нас рысь распространена в области, которую мы рассматриваем. Рыси – это высокоспециализированные хищники. Внешне они отличаются от других кошачьих непропорционально длинными задними лапами. Пять пальцев на передних лапах и четыре на задних. Прекрасной шерстью и, конечно же, характерными кисточками. На кончиках ушей. Которые позволяют им слышать даже очень тихие звуки. Короткий, как бы обрубленный хвост, не доходит до земли. Отличительной особенностью рыси зубной системы – это наличие только двух бугорков на последнем коренном зубе нижней челюсти. Добычу рысь обычно убивает, прыгая из засады или незаметно подкрадываясь к ней и нанося клыками сразу смертельный удар. Евроазиатская рысь – это представитель уже другой области, достаточно широко распространенный вид. Он обитает в северных лесах Евразии. И мы здесь видим, что с неотропической областью тоже многие виды роднятся. Из-за деятельности человека ареал этой рыси сократился, и он встречается, эта рысь, только в Пиренеях, Альпах, Карпатах и в Скандинавии. Во всей таежной зоне России она также обычно, кроме того, встречается даже в скалистых горах Кавказа и Средней Азии. А в 20 веке она уже распространилась и по всей Камчатке. Рысь – это самый северный из всех видов кошачьих. Местами она встречается даже за полярным кругом. Поэтому, конечно же, ареал рыси – это сразу несколько областей. В северной области рыси крупнее и отличаются более длинной шерстью. И не так пятнистая, как южные формы. Переход в окраски между южной и северными формами происходит постепенно. И даже в одних и тех же местах рыси могут быть окрашены совершенно по-разному. Линяет рысь два раза в год – в апреле, в мае, а также в ноябре. Зимняя шерсть рыси очень густая, пушистая. Окрас – от палево-дымчатого до ржаво-красноватого, с более или менее выраженной пятнистостью на спине, ногах и боках. Летний мех рыси значительно грубее и короче, и раскрашен более контрастно, чем зимний. А сам окрас меха довольно-таки разнообразен. Почти всегда на мехе присутствуют темные пятна, которые более крупные на спине и боках, и мелкие на груди и ногах. На брюхе волосы особенно длинные и мягкие, но не густые, и почти всегда чисто белые, с редким крапом. Основной окрас рысей – от рыжеватого до серовато-желтого. Но тем не менее, можно встретить рысь, которая имеет пепельно-голубой окрас, палево-дымчатый, серо-бурый и рыжий. Северные рыси часто как бы покрыты сероватым налетом. И в отличие от других кошачьих, рыси достаточно хорошо адаптировались к жизни в снежных условиях, то есть адаптировались они к снегу и морозу. Зимой особенно длинный мех на лапах увеличивает площадь следа, позволяя рысе не проваливаться в снег. Оставляет типично кошачьи, без отпечатков когтей, округлые следы, которые имеют размер около 10 сантиметров. Ну а длина шага рыси составляет около 40 сантиметров. Рысь – это очень ловкое животное. Она не только прекрасно лазает по деревьям и скалам, но и быстро бегает. Делает большие до 3,5-4 метров прыжки, совершает длительные переходы и даже хорошо плавает. Длина тела у самцов составляет 76-109 сантиметров. У самок на 3-6 сантиметров меньше. Вес взрослых самцов составляет в среднем около 22 килограмм. Но тем не менее, бывают и гиганты, вес которых достигает до 30 килограмм. Средний вес самок составляет около 18 килограмм. Если мы говорим о евроазиатской рысе, то она типичный представитель тайги, а также хвойных экосистем и горных лесов. Может, также мы ее можем встретить в низкорослых лесах с зарослями кустарников, в лесостепи и лесотундре. Но тем не менее, рыся любят горные леса со скалистыми местами. И в горах она даже может встречаться выше зоны леса. В северной части ареала зимой рысь живет в условиях большого снежного покрова. И поэтому обычно она предпочитает глухие густые леса с валежником и зарослями молодняка. Где несложно найти естественное убежище, но тем не менее, рысь не избегает и редколестия. Рысь – это типичный территориальный вид. Размер территории составляет 100-250 квадратных километров. Это для самцов. Для самок чуть меньше 100-170. Ну, от чего зависит размер участка? В первую очередь, от наличия корма от глубины снежного покрова и от возраста животного. Конечно, у молодой особи меньше. Кроме того, мне хотелось бы сказать, что, конечно, рысь мы с вами еще рассматриваем, как и представитель центрально-американской подобласти, которая входит в неотропическую область. А вот если говорить о корме, то при недостатке корма рысь может уходить со своей территории и заходить даже в тундру или степь. Чаще всего это происходит там, где основной их пищей является заяц, а не копытные, численность которых все-таки более постоянна. И поэтому есть, конечно же, зависимость, например, численности жертвы от численности хищника. Мне хотелось бы сказать, что рысь, конечно же, вид, нельзя его назвать эндемичным видом, потому что ареал, она встречается, как я говорил, и в голоарктической области, и в неотропической области. Поэтому вид достаточно в целом распространенный. Обычно у рыси есть одно-два постоянных логова, которые надежно спрятаны от посторонних глаз, не пролазаны чаще или среди скал. Это естественные убежища, которые выстилаются сухой травой, перьями или шерстью. Таким логовом может служить щель под упавшим деревом или даже большое дупло. Там мать обычно рожает детенышей. Во время непогоды рысь может по несколько дней отсиживаться в убежищах. Ну а для короткого отдыха она, конечно же, выбирает солнечные возвышенные места, откуда она может следить за территорией вокруг. Это могут быть, например, пни, деревья в лесу, а может быть, холмики в предгорьях. Ну, вопреки распространенному заблуждению, рысь никогда не бросается на жертву с деревьев. Конечно, как и многие кошки, рысь неслышно перемещается по лесу или каменистым склонам, время от времени забираясь на возвышенные места. Например, стволы поваленных деревьев, чтобы оттуда отглядеться. Когда жертва достаточно близка, рысь бросается. Но если та успевает отскочить, то рысь делает несколько гигантских скачков в ее сторону. И если не успевает поймать, то сразу прекращает преследование. Потому что дальнейшее преследование энергозатратно. Засаду рысь часто делает у тропы. Если есть возможность, старается залечь так, чтобы быть выше по склону, чем жертва. Поймав добычу, рысь мгновенно убивает ее мощным ударом клыков. Крупные копытные часто становятся добычей рыси зимой, когда глубокий снежный покров мешает им быстро передвигаться и сопротивляться. И вот в такое время рысь даже охотится на большую часть животных, чем ей требуется. Иногда по несколько в день. Насытившись, а для этого ей достаточно 2-3 килограмма, ну если очень голодна, до 5-6, остальное мясо рысь просто бросает. Но тем не менее, это скорее исключение. И обычно сытая рысь охоту не начинает. А вот в случае неудачной охоты она может возвращаться к брошенной ранее туши и есть падаль. Но тем не менее, делает она это крайне неохотно. От голода может даже есть найденное промерзшее или протухшее мясо. Итак, ареал рыси очень широк. Он привязан как раз к тем широтам, где большой снежный покров, и в том числе это у нас центральная американская подобность. И основную пищу, мы выяснили, рыси составляют зайцы, арктические, русаки, беляки, либо копытные, там, где, конечно, они достаточно многочисленны. Это может быть и молодняк кабанов, лосей, горных козлов, моралов, а также как молодые, так и взрослые косули, кабарги, туры, пятнистые и северные олени. Кроме того, рыси не брезгуют и птицей. Она охотится на рябчиков, тетеревов, а также на белок, полевок и других небольших грызунов, может напасть на куниц, соболей, колонков, енотовидных собак и даже рыб и насекомых. Ну а там, где рысь становится соседом человека, отмечается нападение на домашний скот, а также собак и кошек. Между собой рыси общаются только во время брачного периода, а остальное время они достаточно враждебно относятся к своим сородичам. Во время гона за одной самкой ходят до нескольких самцов, которые постоянно дерутся между собой. Ну, как мы видим, конечно же, если мы говорим о центрально-американской подобности, то мы видим, что многие виды центрально-американской подобности очень похожи на организмы, которые живут и в Северной Европе. Это, конечно же, связано с географическим положением. Ну, и мне хотелось бы отметить, что обычно мать рожает по 2-3 ребенка, по 2-3 детеныша, и кормит их молоком 2 месяца. И в это время они очень быстро растут. В возрасте 12 дней рысята открывают глаза, а в месячном возрасте, помимо молока, они уже начинают есть принесенную родителями добычу. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что рысят приучают охотиться. Им приносят еще живых мышей, полевок или зайцев. А самец сам принимает участие в кормлении и воспитании котят, пока они еще маленькие. А через 2-3 месяца после рождения выводок уже сопровождает самку. При этом рысята приобретают все необходимые охотничьи навыки. Они вместе ходят по всей охотничьей территории самки. Во время переходов рысята идут за матерью след в след, не отставая ни на шаг. И помимо обычной охоты, они также могут устраивать и загонную охоту. И уже в один год рыси переходят к самостоятельной жизни. Продолжительность жизни рыси составляет в среднем около 15 лет. Но эта цифра характерна для многих кошачьих, но иногда до 25 и более лет. На большей части ареала основные враги рыси это волк и росомаха. Там, где волки многочисленны, рысь никогда не встречается. Ну и я в прошлый раз говорил о том, что среди тех, кого не любит рысь, это лисицы. Даже при обилии дичи, увидев лису, рысь сразу бросает охоту и гонится за ней до тех пор, пока ее не убьет. При этом может даже пробежать много километров. Вот вам, пожалуйста, и отличие. В то же время, если мы говорим о охоте рыси, она считает энергозатраты, и если первоначально ей не удается поймать жертву, она просто ее бросает. В целом, рысь спокойно относится к соседству с человеком и даже пользуется антропогенными ландшафтами, которых в центрально-американской подобласти достаточно много. Зимой, например, она часто пользуется дорожками, а иногда даже приходит в поселки. Но, тем не менее, ареала современной рыси сокращается, так как она привязана к лесу. Это связано с вырубкой леса. Раньше рысь преследовалась из-за очень красивого, ценного меха. Да и сейчас до сих пор на нее ведется охота. Кроме того, считалось, что рысь вредит лесным биоцинозам, оказывая избыточное давление на численность жертв. Иногда это действительно так, потому что присутствие рыси на территориях, предназначенных для разведения отдельных видов копытных, например, пятнистого оленя, тетеревов и некоторых других живых организмов, нежелательно, и, безусловно, здесь она приносит определенный вред. Хотя, на самом деле, рысь все-таки важна, например, в качестве селекционной роли, и очень часто жертвами рыси становятся ослабленные животные. Ну, вновь возвращаясь у нас к картинке, мне вновь хотелось бы отметить, что, конечно же, жизнь центрально-американской подобности, во-первых, носит переходный характер, и, как мы видим, для этой подобности характерны организмы, которые связаны с лесными экосистемами. Кроме хорьков и рысей можно встретить зайцев, полевок, сусликов, лисиц, летяг, а также некоторых других организмов. Вот в Северной Америке, конечно же, сами виды рыси, они живут другие виды рыси. Обычно там рыжая рысь, она заселяет территорию от Южной Канады до Центральной Мексики, в том числе и Соединенные Штаты Америки, и встречается практически на этой территории почти повсеместо. Места ее обитания отличаются разнообразием. Леса от хвойных на севере, даже ареал доходит до субтропических на юге. Заболоченные низины, полупустыни, скалистые горы, ну и, как я говорил, и антропогенные ландшафты. В Центрально-Американской подобласти выделяют несколько подвидов, которые иногда рассматриваются как географические расы. От евроазиатской рыжая рысь отличается меньшим размером. Например, длина ее тела составляет 65-110 см, а вес от 4 до 15 кг, хотя в среднем 5-9 кг. А крас также разнообразен и зависит от географической расы. И среди отличительных особенностей белое пятно на черном у евроазиатской рыси кончики хвоста. Ну, конечно, мех тоже этой рыси представляет определенную ценность. Мех цветовая гамма от рыжевато-бурого до серого с черными полосками и пятнами, а снизу белые. А на лапах и морде контрастные черные пятна. Основная пища уже рыси, которая у нас встречается в Центральной Американской области, это опять-таки мелкие млекопитающие, могут быть как американские кролики, мыши, крысы, суслики, также птицы, а иногда рысь даже охотится на змей и рыб. И может нападать на домашних животных, в том числе овец и коз. Ее добычей даже становится и олень. И мне хотелось бы отметить, что опять-таки для Центральной Американской области характерен антропогенный ландшафт, поэтому, естественно, рысь использует и в качестве пищевых ресурсов, те же самые, например, и домашних животных, когда еды не хватает. В США, в некоторых штатах, рысь находится под охраной, тем не менее, в некоторых других штатах разрешена охота на рысь по лицензии. Также можно выделить еще один подвид рыси, это канадская или североамериканская рысь, которую мы уже встречаем в североамериканских таежных лесах, опять-таки, на территории Центральноамериканской области. То есть, как мы видим, даже, например, на территории Центральноамериканской области встречается несколько видов рыси, которые отличаются под размером, по внешнему виду и иногда даже и по тому, какой, по пищевым предпочтениям. Ну и давайте вновь еще раз обратим внимание на рысь. Ну и продолжая разговор о Центральноамериканской подобласти, мне хотелось бы сказать, что если мы говорим о канадской рысе, то ее единственная добыча – зайцы. Поэтому здесь отличие, например, от других видов рыси, то, что, конечно, канадская рысь больше подвержена колебаниям численности. Ну, если говорить о других видах, которые у нас встречаются в Центральноамериканской подобласти, то, в частности, можно выделить, например, топиров. Вообще, наличие копытных достаточно разнообразно для этой подобности. Ну и мне хотелось бы отметить, что кроме топиров, также в Центральноамериканской подобласти можно увидеть и гуанов, ящериц и большое количество земноводных. Ну, а топиры – это род крупных млекопитающих, отряда непарнокопытных, который выделяется в особое семейство – топировых. Название этих животных на языке одного из бразильских племен означает «толстый» и относится к их толстой коже. Топиры – ареал их очень разнообразен. Можно их встретить и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии, и в болотистых лесах, а также они населяют кустарники по берегам рек и озер. То есть, это вид не эндемичный. Современные виды – остатки некогда обширной группы, ареал которой распространялся на все северное полушарие. Это единственные дикие представители непарнокопытных в Америке. Топиры – это плотно сложенные звери с коренастым телом, покрытым коротким, густым и обычно бурым или черным волосом. Высота крупного самца в холке около 1,2 метра, а длина около 1,8 метра. Масса – до 275 килограмм. Морда, включая верхнюю губу, вытянута в небольшой подвижный хоботок, который используется для обрывания листьев или молодых побегов. Глаза утопитов, мелкие, округлые уши торчат в стороны. Ноги короткие, передние – четырехпалые, задние – трехпалые, но в обоих случаях ось конечности проходит через третий палец, который принимает на себя основную нагрузку. Каждый палец оканчивается маленьким копытцем. Хвост утопира очень короткий и создается впечатление, что он даже обрублен. Кормятся утопиры обычно водными растениями и листьями лесных кустарников, то есть они травоядны. Они хорошо плавают, ныряют, могут удивительно долго оставаться под водой и при опасности всегда ищут в ней спасения. Животные эти, преимущественно ночные, дневную жару пережидают, лежав чаще. Тяготеют они к одиночному образу жизни и редко встречаются группами, в которых присутствует более трех особей. В природе врагов у них мало. В основном это ягуар и пума в Америке. Ну а если мы говорим, например, об азиатском топире, то там у него враг тигр. Размножаются топиры круглый год и беременность длится в течение 300-400 дней. У американских топиров молодые особи отличаются множеством белых продольных полос и пятен на темно-буром фоне. В шестимесячном возрасте этот узор начинает исчезать, а в год окрас становится уже более взрослым, более или менее однотонным. Живут топиры приблизительно около 30 лет. В Америке мы можем встретить три вида топиров этого рода, а в Азии встречается только один. На данный момент численность этих организмов сильно сократилась из-за того, что на них ведется охота, и часто это связано также и с расчисткой леса под различные сельскохозяйственные территории. Все виды в той или иной степени охраняются. Кроме того, некоторые виды даже внесены в Красную книгу. Например, тот же самый равнинный топир, который имеет буро-черный с белыми пятнами на горле и шеи, и груди окраску. Этот вид уже мы можем его встретить в лесах Южной Америки. И местные жители охотятся на него так, из-за его ценного мяса. Ну, сам топир бегает не быстро, и поэтому, если он не успевает укрыться в воде, то он становится, конечно же, достаточно легкой жертвой. Ну и, вновь посмотрев на фотографию топира, мне бы хотелось бы отметить, что, опять-таки, топир — это типичный представитель центрально-американской подобности. Ну, а сейчас мне уже хотелось бы поговорить уже об Эфиопской области. И здесь у нас появилась на картинке птица Дронго. Эфиопская область, как я говорил, занимает большую часть африканского материка. И фауна очень разнообразна. Встречает 37 семейств. И фауна, в принципе, встречается достаточно, если говорить о птицах, то в фауне присутствует 15 эндемиков, среди которых, как мы видим на картинке, птица Дронго. Ну и эндемиков в этой области, как я говорил, очень много. Среди них и различные виды страусов, цапли и некоторые другие птицы. Один из представителей Эфиопской области — это удивительная птица Дронго. Дронго — это представитель семейства птиц отряда воробьиных. Длина его составляет 18-38 сантиметров. Без удлиненных рулевых перьев хвоста встречается около 20 видов. Дронго уже живет в основном в тропиках и субтропиках восточного полушария. Еще одна птица, о которой мне хотелось бы рассказать, это птица, вот еще один представитель, птица Тинаму. А следующая птица — это птица Рябок, которая тоже живет в Эфиопской области. Некоторые орнитологи рассматривают Рябков в качестве самостоятельного отряда. Обитают они в сухих степях и пустынях. Внешностью и размерами более всего, конечно же, походят на серых каропаток. И это мы видим из картинки. У них удлиненные хвосты и крылья. Ноги оперены до самых пальцев или до самых когтей. Самцы немного крупнее самок и отличаются некоторыми особенностями окраски. Они превосходно летают, гнездятся на земле. Птицы выводковые, растительноядные, питаются главным образом семенами, регулярно летают на водопое и даже в гнездовое время собираются стаями. Распространены они в жарких широтах Старого Света. И если мы говорим об ареале Рябков, то он достаточно большой. Это Южная Европа, Африка, Средняя и Южная Азия. Сам Рябок немного крупнее голубя. Общий тон. Верха песочно-желтый, с многочисленными пестринками, крупными у самца и мелкими у самки. У самца красивое чередование красок на шее и груди. Окраска самки более скромная. Сезонные изменения в окраске незначительны. Молодые особи похожи на самок, без четких черных полос на шее и груди. У всех птиц на брюхе и боках большое черное пятно, которое достигает подхвостья. В полете снизу хорошо видно это пятно. Черные маховые и белые подкрылья. Полет у рябков быстрый, с редкими, сильными взмахами. Черным брюхом, внешностью и характером полета рябки напоминают ржанок. Кроме того, для рябков характерны закругленные, без удлиненных перьев, хвост. Черные маховые, а также примечательное анатомическое отличие в форме ноги пальцев, на сросшиеся. И также имеется маленький задний палец. Вес рябков составляет 300-550 грамм. Длина 33-35 сантиметров. Если говорить о голосе этой птицы, то в полете обычно они издают журчание, которое напоминает слова чур-чур. А, как я и говорил, ареал рябков очень обширен и доходит от предгория Алтая и Северной Индии до Африки. Кроме того, мы можем встретить этих птиц, например, и в стране СНГ, например, в Казахстане. Также рябков можно встретить и в таких экосистемах, как степи. И даже дальше, на север, до широт Екатеринбурга и Тобольска. А следующий представитель у нас очень необычный. Это двояко дышащая рыба протоптерус, которая характерна для эфиопской подобласти. Это пресноводная двояко дышащая рыба. Ну, самый крупный вид достигает подчас среди протоптерусов длины свыше двух метров. И окрашен он в голубовато-серые тона с многочисленными мелкими темными пятнами, иногда образующимися мраморный узор. Этот вид обитает от восточного Судана до озера Танганьика. То есть, опять-таки, мы видим, что это вид представитель эфиопской области. Местное название этого вида – мамба. Для климата тропической Африки характерна резкая смена дождливого и засушливого сезона. И поэтому, конечно же, этот вид должен адаптироваться к этим условиям. Дождливый сезон начинается в мае-июле и длится 2-3 месяца. А всю остальную часть года длится засушливый период. В период бурных тропических ливней реки, соответственно, взбухают и разливаются. И они затапливают огромные площади низин, в которых вода держится 3-5 месяцев в году. В эти временные водоемы, где в изобилии имеется легко доступная пища, из рек устремляется масса рыб по мере их усыхания. Конечно, спасаясь от гибели, рыбы возвращаются в реки до того, как обмелеют протоки. Совершенно иначе ведет себя протоптерус. Оказывается, что в реках он, как правило, вообще не обитает, а постоянно живет в таких временных водоемах. И весь его жизненный ритм теснейшим образом связан с гидрологическими особенностями. Местные рыбаки бассейна реки Гамби хорошо знают повадки протоптера и недаром говорят. Камбона, так они называют протоптера, необыкновенная рыба. Она не уходит вслед за водой, а вода сама приходит к ней. В дождливое время протоптер достаточно активен в водоемах. Он питается, размножается и растет. А в засушливый период он впадает в спячку, проводя ее в специально устроенных гнездах. С наступлением засушливого сезона и по мере высыхания временных водоемов протоптеры готовятся к спячке. Крупные рыбы делают это тогда, когда уровень воды понижается до 10 сантиметров, а более мелкие, когда слой воды не превышает 3-5 сантиметров. Обычно в таких водоемах дно покрыто мягким илом, в котором содержится большое количество растительных осадков. Под слой мыла, достигающим толщины 2,5-5 сантиметров, лежит плотная глина с примесью мелкого песка. И свое спальное гнездо протоптер роет ртом. Засосав в ротовую полость очередную порцию ила, он с силой выбрасывает его вместе с водой через жаберные отверстия. Мягкий ил легко поддается бурению, но подлежащий слой плотной глины рыть, конечно же, намного труднее. Совершая всем телом энергичные плавательные движения, рыба упирается рылом в грунт и выгрызает кусочки глины. Откушенный кусочек пережевывается, выбрасывается с водой через те же жаберные отверстия и выводится из норы в виде такой мути, которая с восходящими токами воды, созданными за счет изгибания тела. Благодаря этому более крупные частицы измельченной глины оседают в непосредственной близости от входного отверстия, что, конечно же, имеет существенное значение для создания завершающего постройку предохранительного клапана. Дойдя до нужной глубины, рыба расширяет нижнюю часть норы, так называемую спальню, ровно настолько, чтобы иметь возможность сложиться пополам, перевернуться в ней головой вверх. Теперь спальное гнездо почти готово, и животное ждет полного спада воды, выставив рыло из входного отверстия. Время от времени оно поднимается к поверхности для дыхания атмосферным воздухом. Когда пленка усыхающей воды доходит до верхней хромки жидкого ила, выстилающего дно водоема, тогда, благодаря дыхательным движениям, производимым рыбой, часть выброшенной у входного отверстия глины засасывается в него, и таким образом выход закупоривается. После этого, конечно же, животное уже не выходит на поверхность. До этого, как эта пробка окончательно просохнет, протоптер, тычась в нее рылом, уплотняет ее снизу и несколько приподнимает в виде колпачка, нередко имеющего трещины. Колпачок маскирует спальное гнездо и продохраняет его от засорения, будучи достаточно прочным, чтобы противостоять разрушению. Одновременно с этим примесь из мелких песчинок делает его достаточно пористым, чтобы пропускать воздух, чему еще больше способствуют трещины. Как только колпачок затвердевает, вода в норе становится вязкой от обилия слизи, которая выделяется протоптерусом. По мере просыхания грунта уровень воды в исходной камере постепенно падает, в результате чего она превращается в воздушную камеру. А рыба послушно следует за зеркалом воды. Все ниже и ниже опускается в расширенную нижнюю часть норы, то есть в свою спальню, где, наконец, она и замирает в характерном для него положении. Аборигены, чуть не ползая на коленях, охотятся на эту рыбу, дюйм за дюймом обследуя почву. Они ищут небольшие возвышенности, диаметр которых достигает 5-15 сантиметров, которые от окружающей их почвы окрашены в более или менее серые тона и отличаются коричневым оттенком. Достаточно одного удара мотыгой, чтобы под таким срезанным бугорком обнаружилась идущая вглубь нора. Фактически, такой холмик представляет собой так называемую предохранительную крышку или колпачок, который прикрывает сверху вход в спальное гнездо протоптера. И опытным глазом эти холмики можно обнаружить без всякого труда. Лишь у мелких рыб, которые имеют длину менее 15 сантиметров, они, конечно же, более слабо выражены, поэтому их сложнее найти. На самом деле, протоптерус это рыба очень удивительная. И мне хотелось бы сказать, что протоптерусы даже пробуют выращивать и в аквариумах. Но рыба это достаточно кровожадная и не терпит с собой никакого соседства. И иногда, вроде бы, казалось бы, в аквариумах условия спячки уже не создашь, все равно есть определенные биологические циклы. Но, тем не менее, не все протоптерусы впадают вот в эту так называемую спячку. Ну, а здесь у нас картинки еще представителей некоторых животных Эфиопской области. Среди них мы видим лемур. Кроме лемура можно встретить в Эфиопской области человекообразных обезьян, слонов, носорогов, ящериц. Ну, и сама область, как я и говорил, подразделяется на западно-африканскую, восточно-африканскую, южно-африканскую и мадагаскарскую. Вот, например, турач. Это представитель восточно-африканской эфиопской подобности, да, ну, или просто ее называют восточно-африканской. Это представитель куриных, и кроме турача мы можем встретить и других птиц в этой подобности. Например, цесарка, а также, опять-таки, рябки и очень разнообразные воробьи, стрижи и некоторые другие. Мадагаскарская подобность тоже весьма разнообразна и занимает остров Мадагаскар и прилежащие к ним острова. И вот мы можем видеть некоторых представителей, в частности, вот у нас появилась водяная свинья, это представитель копытных, который живет в Мадагаскарской подобности, а из хищных мы можем встретить только представителей виверовых, а из грызунов мышиных. Из птиц в этой подобности мы встречаем опять-таки некоторые отсутствуют птицы, которые характерны для остальной эфиопской области, но тем не менее можно встретить страусов, птиц носорогов, которые встречаются у нас на материковой Африке, то здесь мы их уже не найдем. Но в следующий раз мы продолжим с вами путешествовать по разным фаунистическим регионам планеты. И, как всегда, более детально познакомимся с некоторыми из видов. А на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok